Сегодня мы познакомимся с тем, как устроена вообще объектно-ориентированная парадигма в Java. Конечно, мы не будем рассказывать вам про то, как устроена OOP. Мы надеемся, что это все известно. Вкратце изучим то, как инстанцировать объекты, как пользоваться наследованием, как имплементить всякие интерфейсы, общаться на уровне API. И посмотрим дальше на практике, что с этим вообще можно сделать. Отметьтесь, пожалуйста, на портале. Можете оставлять там отзывы. Нам очень приятно их читать. Так, поехали дальше. Это такой слайд. Он будет на каждой лекции. В нем написано, что вам нужно сделать, чтобы нормально работать с нашим материалом нашего репозитория. В данном случае у нас есть папка лекция 2. Она находится в бранче легче 0.2. Соответственно, вы чекаутите эту бранчу, идете в ветку и открываете проект. После того, как откроете проект, у вас должно открыться что-то типа вот этого дерева категорий. Точнее, не дерево категории, а дерево проекта. То есть, что мы видим? У нас есть, во-первых, в каждой лекции есть такая папочка с презентацией. Там вы можете видеть презентацию самой лекции. Можете посмотреть все материалы, покопировать примеры, если вам это захочется. Дальше у нас есть папочка с сердцами. Там обычно написаны тесты и код, который они тестируют. В данном случае вот папочка package.ru.atom и в ней какие-то дальнейшие вложенные пакеты. И есть тестики. Также есть файлик build.gradle. К нему мы сейчас, к изучению его мы перейдем. То есть, поехали. Все делаем фетч-апстрима. Дальше переходим на ветку лекции 2 и с ней дальше работаем. Открываем то, что находится внутри лекция 0.2, как новый проект. Как открыть? Как открыть презентацию? Ссылка в телеграме была отправлена в группе, там на GitPitch. Соответственно, там два маркера есть. Лекция 0.2 и дальше там еще один лейбл лекция 0.2 и как папка. Вот. У кого получилось сейчас открыть это как новый проект в идее? Остальные? Остальные, надеюсь, делают. Сейчас… Да, давайте я тогда сейчас это еще раз открою, чтобы не было ни у кого вопросов. Так, смотрите, я закрыл проект. Я теперь хочу открыть новый. Open. Говорю ему open, говорю ему открой мне в репозитории. У меня там где-то репозиторий. Atom. Лекция 2. И дальше в лекции 2 есть у меня файлик buildgradle. Я говорю ему open. Open as project. И дальше он мне открывает такое окно. Я здесь говорю use gradle wrapper task configuration. Говорю ему окей. JDK версию он мне предлагает. Я ему скажу использую девятку. И скажу окей. Я переписываю его, у вас этого не будет. Вот. У меня сейчас открывается проект лекции 2. Он успешно открылся. Надеюсь, вы то же самое сейчас повторяете и у вас все получается. У кого не получается? У меня не получается. Не получается. Рассказывай почему. У меня open не появляется. Open не появляется. Ну хорошо, чуть позже с тобой разберемся. Сейчас я расскажу пока, что происходит. Давайте еще раз по нашему плану сегодняшнему. Мы посмотрим вообще, как открывать грейдло, мы делать что-то с помощью грейдла, хотя у многих уже был опыт с ним. Мы посмотрим, что вот такое классики объекты, разберемся с наследованием, разберемся с тем, как реализовывать и задавать некие API интерфейсы, посмотрим, что такое за зверь enumeration, то есть перечислимые типы в Java, и дальше займемся практикой. Начнем с грейдла. Вообще у нас до текущего момента был один мультипроект, такой большой зверь, у которого был parent проект, и в нем находились еще внутри какие-то маленькие. Но в прошлый раз мы подумали, что с каждой новой версией Java грейдл как-то себя не очень хорошо ведет, и распилили наш проект на множество маленьких. Теперь вам нужно просто-напросто открыть каждый файлик в отдельном проекте. То есть каждая лекция — это отдельный проект, в том числе и ваши дальнейшие сдачи будут отдельными проектами, типа homework, рубежные контроли и прочее, прочее. Открываете вы build.gradle. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Вот я иду смотреть build.gradle. Build.gradle лежит в папке каждой лекции. В данном случае мы рассматриваем лекция 02. Там в корне build.gradle и еще кое-что. На кое-что мы пока смотреть не будем, а на build.gradle посмотрим. Смотрите, тут есть некие декларации. Например, репозиторий Mavin Central — это откуда мы будем брать наши пакеты. Дальше. Apply plugin Java, Apply plugin CheckStyle — это то, чем мы будем пользоваться. То есть мы декларируем то, что мы пишем проект на Java, и у нас каким-то образом будет проверяться стиль нашего кодирования, что у нас находится внутри, и как мы с этим будем жить именно с Java. Дальше есть какие-то опции для CheckStyle. Есть какая-то задача, которая называется JAR. Мы ее чуть позже сейчас посмотрим. И есть блок dependencies. Там в формате test.compile подключается зависимость на gunit. А gunit кто-нибудь раньше слышал? Да, кто-то слышал. Gunit — это, наверное, стандарт де-факто фреймворка тестирования на Java или библиотеки тестирования, как угодно называйте. И подтягивается он в режиме test.compile. Это значит, что на тестировании у вас будет этот пакет, а если вы будете собирать production код, который уже будете запускать, он у вас gunit зависимости не подтянет, что поможет вам сократить объем итогового JAR-файла, который будет собран. Соответственно, в секцию dependencies можно подтягивать все, что вам нужно. Вам нужно работать с какими-то веб-сокетами, вы подтягиваете библиотеки для работы с веб-сокетами. Вам нужен Spring, вы подтягиваете Spring. Какие угодно библиотеки. И какие угодно зависимости, которые есть вот в репозитории Maven Central. Так. Поехали дальше. То, к чему нужно вернуться. Здесь есть декларация JAR. Помните, на прошлой лекции мы с вами говорили о том, что есть такая штука, как Java. Мы можем скомпилировать что-то, и у нас получится JAR-файл. Так вот, Gradle как система сборки и система подтягивания зависимости помогает нам собрать наш JAR-файл по всему проекту. В данном случае это делается с помощью такого таска. Здесь определяется Gradle-таск. Что вообще это такое? Что такое таск? Это, например, Build, Compile, Test. Вот это все называется Gradle-тасками. Их можно запускать последовательно. Например, сначала мы почистили, Gradle-clean сделали, а потом запустили тест. Gradle-clean-test получилась командочка, и мы с помощью нее потестировали все на чистую. Что у нас здесь есть? В JAR-файле есть какой-то манифест, и в нем прописан наш main class. Это какой-то Hello World. И еще есть Compile, Collect. Вот здесь мы собираем все ресурсы, которые нужны в нашем JAR-файле. То есть делаем такой fat-JAR, в котором есть все, что нам нужно для запуска. А в JAR-файле что такое? Ну, просто прописанный какой-то манифест. То есть в данном случае там просто декларация main класса, то есть точки входа твоего в твой JAR-ник. Попробуй. Нет. Но я имею в виду, что в любом случае есть. У любой программы на Java есть точка входа. Да. У тебя может там находиться несколько, например, несколько деклараций функций main. Это легально абсолютно? У тебя просто в нескольких файлах разложено. То есть у тебя один и тот же проект, по-разному собранный, может, соответственно, разные вещи делать. Если ты собираешь это, декларируя на самом деле точкой входа один из них, то у тебя собирается программа, соответственно, с первой точкой входа. Если ты отправишь туда другой main класс, у тебя будет другая точка входа. Понятно? Так, давайте вернемся. Что-то в путь Gradle Home. Gradle Home? Да. Где ты его увидел? Я там показывал, что нужно через wrapper. Там есть галочка, чтобы выбрать запуск через wrapper. В этом менюшке там нужно это просто кликнуть. Это неважно. Все, давайте разберемся теперь, как работает Gradle CleanBuild и что это такое. Gradle, которая здесь в декларации есть, это Gradle Wrapper. Соответственно, мы просим у него выполнить что-то. Давайте это сделаем. Мы сейчас будем находиться… Смотрите, у меня путь сейчас — это мой репозиторий Atom.lec.02. Сейчас я покажу, какие у меня здесь есть файлы. У меня есть, соответственно, Gradle, Gradle.bat и прочее, прочее, прочее. Давайте теперь выполним команду Gradle CleanBuild. И посмотрим, что происходит. Выполняются, соответственно, какие-то сабтаски. Давайте я наверх чуть-чуть подниму. Вот здесь выполнение закончилось. Выполнено каких-то 7 тасков. Выполнение прошло успешно. И как результат этого у нас должно было что-то произойти. Давайте разбираться, что произошло же на самом деле. Пойдем и запустим тот джарник, который был собран с помощью вот этой команды билда. То есть нам нужно в папке build.libs найти легче.02.jar. Окей, давайте сделаем это. Вот. И видите, у меня выдалось Hello World. Этот… вот здесь вот. Соответственно, что произошло? У нас был собран джар-файл. Из этого джар-файла мы сейчас командой java-jar, мы его запустили, и у нас получилось так, что было выведено Hello World. Давайте теперь посмотрим, а где у нас это все находилось. Вот. У меня есть, соответственно, класс Hello World. Он лежит в пакете ru-atom-made-jar. Там ничего нет, кроме декларации, соответственно, вывода Hello World. Ну, еще метод просто так объявлен для того, чтобы его подергать. У кого получилось со мной это вместе сделать? Файл не найден? Gradle clean build сделал? То есть clean build сделал? Да. Дальше, соответственно, у тебя есть директория build? Build есть. А внутри нее есть директория lips? Да. А внутри директории lips есть легче 0.2? Джар. Вот, посмотри, если не найдешь его, скажи. Давайте теперь посмотрим вообще. Джар-файл. Кто-нибудь знает, что это такое? Есть идея? Архив. Ну, то есть, на самом деле, это обычный zip-файл, просто чуть-чуть переименованный. Соответственно, можно посмотреть, что лежит внутри него. Давайте посмотрим. Это делается, соответственно, командой java-tfv. У вас она есть, можете ее скопировать и давайте вместе посмотрим. Соответственно, эта штука даст нам листин того, что лежит в джаре. Это бывает очень удобно, если вы хотите узнать, все ли у вас туда попало то, что вы хотите. Например, некоторые файлы нужно декларировать на то, чтобы они попали в ваш джар-файл. Соответственно, что мы тут видим? Есть тут какой-то файл-манифест.mf, вот о котором спрашивали, нужна ли нам декларация. Можете посмотреть, что туда попадает. Дальше есть структура пакетов. Труатом и все, что в ней лежит. Это дерево наших файликов, примерно такое же, какое вы видите, когда открываете ваше IDE, наш проект. Поехали дальше. Джар — это java-архив, как было сказано. Это способ дистрибуции нашего приложения. Итак, мы собираем этот джар с помощью Gradle. Давайте теперь вернемся к java и рассмотрим вообще, что такое классы, объекты и как их создавать. Но сначала чуть-чуть вернемся назад. Было сказано, что java — это объектно-ориентированный язык программирования со строгой типизацией. С понятием типизации вы, наверное, сталкивались как в Python, так и в C++. И, возможно, еще где-нибудь. А что вам нравится в статической и динамической типизации? Можешь что-нибудь сказать? Кому вообще какие языки нравятся? Кто на чем писать любит? Строгая типизация лучше. Строгая типизация лучше. А для чего? Для программирования. Для программирования. Ну смотри, представь, ты системный администратор. Ты хочешь написать скриптик, который возьмет и файлы переложит из одной категории в другую. Допустим, ты забыл команду mv и хочешь написать этот скриптик сам, каким-то образом все перекладывать. Вот зачем тебе строгая типизация? Ты накалякал какой-то файлик и у тебя вот это работает пять лет уже нормально, без проблем. Вот ты его один раз написал, больше никогда не модифицируешь. Так вот, практика показывает, что языки с динамической типизацией очень хорошо работают, если вам нужно прототипировать, что-то быстро написать. А если вам нужно поддерживать код, то разумно уже использовать языки с статической типизацией, в которых вам могут ошибки максимально рано показывать. На этапе написания кода, если у вас есть интерактивные IDE, и на этапе компиляции, если у вас, соответственно, много ошибок, система вывода типов вам показывает в том числе. Так вот, Java — это строго типизированный объектно-ориентированный язык. Вот статически типизированный понятно, а что такое строго типизированный? У него нет такого серьезного определения. То есть вы можете пойти в Википедию, посмотреть, что это значит, но большинство воспринимает это как более строго типизированный, чем C++. То есть возможность выстрелить в ногу еще есть, но ее уже не так много. Не так много таких возможностей. То есть еще раз, немножко о плюсах-минусах статической типизации. Из того, что вы получаете. Вы получаете быстрый рантайм, на котором вам не нужно, например, воспринимать объекты как мэп, как какой-то словарь или как карту, как делает это JavaScript. И у вас есть возможность выносить ошибки на этапе компиляции, получать их, или еще раньше на этапе написания кода. Но вы теряете возможность так быстро спрототипировать что-нибудь, запустить это что-нибудь. И потом, то есть для кода, который пишется один раз, скорее всего, Java не лучший выбор. Здесь еще вы можете увидеть пример того, как вообще можно делать присвоение. Это в контексте строгой типизации. Например, в первой строчке мы присваиваем значение 42 в переменную типа long. Вот можете мне сказать, вот это 42, это как будет трактоваться здесь? Как что? Это какой тип, во-первых? Видели мы типы? Это объект или примитивный тип? Примитивный тип. И присваивается тоже в примитивный тип. Но, как можно догадаться, long, он такой большой и побольше, чем integer. И по занимаемой памяти, и по, соответственно, диапазону значений. Поэтому вот это присвоение будет безопасным. То есть у вас идет расширение. Второе присвоение на самом деле mine the gap, которое в переменную, оно нелегально с точки зрения компилятора Java. И вы не можете long положить в переменную типа integer, каким бы маленький long ни был. Потому что это небезопасное присвоение. На самом деле, если брать языки, которые уже вертятся на платформе JVM, но не Java, например, тот же Kotlin, они запретили вот такие присвоения. И в какой-то мере я с ними согласен, потому что возможность таких присвоений вызывает часто путаницу. То есть если тебе хочется даункаск какой-то сделать, хоть он и безопасный, будь добр, напиши это. Вот. Такую идеологию сейчас уже, сейчас она чуть более популярна. Что такое объектная ориентированность? В Java нельзя написать код вне какого-то класса. То есть вот даже пример с Hello World, который мы только что смотрели, можете еще раз его открыть. Мы не можем, например, как на питоне написать просто функцию print и вывести Hello World. Нам обязательно нужно еще в какой-то классик это все обернуть, показать статический метод main, то есть который будет существовать без сущности класса. Но об этом мы чуть позже поговорим, что там вообще за слова написано в этой сигнатуре. И все у нас является объектом. Но из этого правила есть исключение. Это примитивные типы, те, которые мы с вами встречали на прошлой лекции. Тут сразу стоит сказать, что примитивные типы, их тоже нужно каким-то образом использовать в роли объектов, поэтому были придуманы типы обертки. То есть для каждого примитивного типа есть оберточный тип. И есть, соответственно, внутри языка, внутри платформы методы приведения одного в другое, в том числе неявные, которые вы не будете явно в коде прописывать, но они будут выполнены. Давайте рассмотрим теперь определение того, что такое класс. Соответственно, ключевое слово, имя класса и дальнейшие указания, что внутри него есть. Поля, методы, какие-то статические члены. Тут ничего нет интересного, если вы когда-нибудь программировали раньше. А теперь чуть-чуть интереснее. Давайте копнем, а где класс можно определить. То есть, возможно, кто-то из вас уже экспериментировал и пытался создать какие-то файлики в Java, создать какие-то классики. Первая ошибка, которую видят чаще всего, пытаются создать два публичных класса в одном файле. Это, к сожалению, запрещено. То есть парадигма какая? Один класс, один файл. В смысле, один паблик класс. Private или классы видимости уровня пакета можно создавать в любом количестве. То есть, но именно публичный только один. Дальше классы могут еще быть объявлены внутри других классов. Тогда они называются вложенными. Но тут еще есть такой нюанс, что можно описать класс и внутри, например, блока if-else какого-нибудь. Тогда этот класс будет называться inner-классом внутренним. Но прошу вас, пока вы не добьетесь такого понимания, как работает язык, чем отличаются эти классы, пока не поймете, старайтесь объявлять все классы как паблики, один класс на файл, а там дальше уже посмотрим. Соответственно, инстанцирование. Есть ключевое слово new. И поехали. Мы создаем нового игрока, присваиваем его в переменную myplayer. Все хорошо. Но теперь давайте рассмотрим, что у нас за сценой происходит, что происходит в памяти. Потому что за нашу память отвечаем уже, за память приложения отвечаем не мы, отвечает, соответственно, Java-машина, отвечает garbage collector и метрики, которые он собирает. Есть две декларации. Мы объявляем player 1 и объявляем player 2. Соответственно, p1, p2 и две декларации new. Теперь смотрим, а что же это такое? Вообще, что такое вот это player? Player — это не сам объект, это всего-навсего ссылка на него. То есть ссылка идет в… и создается на нашем стеке, и сама ссылка указывает на какой-то объект в хипе, то есть в памяти, которая выделена в хипе. Соответственно, когда мы делаем объект p2 и его создаем, у нас опять-таки есть референс на него, который указывает на какой-то объект в хипе. И вот третья декларация. Если мы присваиваем какому-то player winner player 2, то у нас на самом деле здесь нет создания объекта никакого. У нас просто на стек кладется очередная ссылочка, winner, которая указывает все на тот же объект player 2, что был создан вот здесь. Из этого есть два следствия. Они здесь чуть ниже приведены. Следствия касаются сравнения объектов. Со сравнением объектов все не так очевидно и скорее даже плохо в Java, потому что нужно знать нюансы. Если мы сравним p1, player 1 и player 2, то они будут не равны, соответственно. А если мы сравним player 2 и winner, то они будут равны. О чем это нам говорит? Какие идеи? Вот, что здесь идет сравнение именно ссылок, а не объектов. Соответственно, в языке должен быть какой-то инструмент, который сравнивает сами объекты на равенство. Такой инструмент есть, о нем мы поговорим чуть позже. Давайте вернемся к тому, что такое вот эти ссылки. И затронем такое ключевое слово null. Null — это вообще default value для любой ссылки. То есть, когда мы создаем какую-то переменную str и присваиваем в него null, или player присваиваем в него null, мы подставляем так называемый просто default. А дальше давайте посмотрим. Мы хотим воспользоваться функцией из библиотеки g-unit и спросить у нее, а player — это instance of player. То есть, является ли вот этот player объектом типа player? То есть, то, что делает функция instance of. И увидим, что действительно да. И то же самое увидим для null. В смысле не является, да. То есть, player у нас не является объектом типа player. И то же самое верно для null по отношению к любому классу. То есть, null — это ничто и ничем не является. А давайте теперь небольшой квиз. Вот у нас есть такая строчка system.out.println null равно-равно null. Что она выдаст? Кто считает, что она выдаст false на выходе? True. Null pointer exception, чтобы это не значило. Хорошо. Предоставляю вам возможность самим это посмотреть. Сейчас вы можете либо запустить это в нашем классе Hello World, либо на интерпретаторе Java, соответственно, из девятки. И можете почитать еще больше по поводу null. Что это такое. Давайте теперь… Мы посмотрели, что такое классы. Давайте узнаем, как их сделать, какие-то объекты. Как для этого нам нужны определенные конструкторы. То есть, до этого мы создавали класс player, в который ничего не передавали при вызове new. Но это редкость. Обычно нам нужны какие-то параметры, которые мы передаем при создании. И давайте посмотрим. Тут аналогия C++ очень четко видна. Мы можем также добавить какой-то конструктор. В него добавить некоторые параметры. И, соответственно, ввести присваивание через ключевое слово ZIS. То есть, ZIS — это ссылка на сам объект. В том числе, конструируемый, если мы берем в расчет конструктор. Кроме того, ZIS может выступать, условно говоря, как вызов метода. То есть, видите, второй пример, где player конструируется только от ID и вызывается, по сути, первый конструктор, где у нас имя задано как какой-то default value. То есть, если бы в Java были инструменты для создания дефолтных значений в методы, в методы или в конструкторы, такой прием был бы не нужен просто. Но поскольку у нас нет такого инструмента, то вот довольствуемся, чем можем. Опять-таки, ссылка на то, чтобы почитать про ZIS больше, приведена ниже на официальную документацию. Поехали дальше. Теперь у нас есть конструктор. Он принимает значения ID и name. И есть еще конструктор, который принимает значения только ID. Договорились? Они продекларированы. Больше в классе ничего нет. Вот вам нравится то, что здесь написано, или есть какие-то проблемы? Вот мы создаем плеера, а потом создаем плеера от ID-шника и имени. Здесь есть проблемы. То есть, ситуация довольно типичная. У нас с самого начала, когда мы плеера только продекларировали, не было никаких конструкторов. Поэтому Java взяла нам и сгенерировал конструктор по умолчанию, который просто-просто создает нам объект без каких-то параметров переданных. Но как только мы начали декларировать конструкторы, Java перестала делать для нас какие-то дефолты. И в итоге мы получили то, что первая строчка у нас просто-напросто не скомпилируется. То есть, по умолчанию конструктор генерится, но как только вы начинаете переписывать что-то, ваши дефолты слетают, и вам нужно заново это самим объявлять. Давайте теперь перейдем немножко к наследованию. Наследование, наверное, если знакомы с теорией объектно-ориентированного программирования, это отношение из E, то есть является чем-то. В данном случае у нас есть класс Message, и есть класс Titled Message, который наследуется от Message, и добавляет всего лишь одно свойство, то, что у нас теперь появился Title. Во-первых, правило такое, один класс, один суперкласс в Java. Это верно для всего, для всех классов. Соответственно, если у нас есть такое наследование, у нас выполнено отношение из E по отношению к Titled Message, и оно, то есть сообщение с заголовком — это тоже сообщение. Еще раз, Java не поддерживает множественное наследование. Это важно. Но на самом деле можете это не запоминать, потому что если вы напишите, это вам просто компилятор все это подсветит, и вы ничего не сможете сделать. Дальше. Модификаторы доступа. Тут, соответственно, у нас тоже нет ничего, никакого rocket science, и все, как было раньше. Private, Default, Protected, Public. Можете прочитать каждый из них, что значит. Я не буду на этом останавливаться. Скажу только одно, что принято все property, все филды в классах обозначать как приватные, соответственно, скрывать их, и предоставлять интерфейсы, соответственно, get-ресеттеры, которые отдают паблик доступ. То есть это такая принятая в Java концепция, у нее есть свои минусы. Во-первых, вместо того, чтобы напрямую обращаться к филдам, вам нужно писать везде get field. Это добавляет там boilerplate, которым так гордится Java. С другой стороны, вы можете с помощью механизма наследования переопределить какой-то get-р, чтобы он у вас выполнял какие-то другие функции. Вот. Java 9 добавила определенные изменения в эту систему, точнее, ее немножко расширило. Теперь у вас появилась открытость или скрытость на уровне модулей. Почитать об этом можно в официальной документации, я сейчас вам рассказывать не буду. Возможно, в курсе дальше будут некоторые отсылки к этой теме, и мы о ней чуть побольше узнаем. Оператор instance-of. Соответственно, у нас создается какой-то месседж, и мы можем проверить, что этот месседж является объектом класса message. Простите за тавтологию. И это все говорит нам о сер... G-unit говорит нам, что все это ок, все в порядке. Теперь давайте разберемся с классом object. Класс object — это вершина иерархии всех классов Java. Все является объектом, то есть instance-of для object верен для любого объекта. И неформально можно сказать, если вы в классе ничего не наследуете, то вы на самом деле наследуете object. Вот. Что из этого следует? Вот. Вы наследуете object. Что вместе с этим происходит? Какие идеи? У наследуются методы, которые там объявлены. Хорошо. А какие методы вы бы объявили для любого объекта? Ну, сравнение в частности. Вот. Да, сейчас мы к нему придем. Соответственно, давайте разберем сначала еще раз инстанцирование title message. Мне хочется написать какой-то вот такой кусочек кода, где я бы создавал title message, где передал бы заголовок и, соответственно, контент сообщения. И у меня бы был класс message, который принимает контент, потому что у него нет никаких заголовок, он про них ничего не знает. И мы должны рассмотреть, как конструкторы работают в ситуации, когда у нас есть наследование. Соответственно, тут ничего нет тоже страшного. Нам просто каким-то образом, когда мы конструируем title message, нужно еще сконструировать одновременно с ним объект base класса, в данном случае message. Ну и давайте посмотрим. Мы делаем это простым вызовом super. Super — это обращение на… в данном случае вызов конструктора класса message от параметра content. Можете подробнее посмотреть, как работает super в официальных доках. Мы на нем останавливаться не будем. Вроде как концепция довольно простая. Тут следует сказать одну вещь. А вот представьте, у нас бы не было никаких аргументов в классе title message, и не было никаких аргументов в конструкторе message. То есть у нас были бы конструкторы по умолчанию. А надо было бы тогда что-то писать, вот эту декларацию super. Казалось бы, ну а зачем? И действительно, ее писать было бы не надо, потому что по умолчанию она бы вызвалась от пустого количества аргументов. Тут все хорошо. То есть если вы не декларируете конструктор, то можете опираться на то, что этот метод super будет вызван. Соответственно, когда у вас встает вопрос такого инстанцирования, если есть иерархия классов какая-то, есть вопрос, а что будет в каком порядке вызываться? На самом деле, в дополнение к всему этому, есть еще некоторые блоки, которые могут встречаться во всех классах, во всех объектах. Это блоки инициализации и блоки статической инициализации. Давайте разберемся. Вот если я говорю словосочетание статическая инициализация класса, что вам говорит это? Какие ассоциации есть? Да, это статические методы. А если речь о статической инициализации? Инициализация статических полей. Да. А сколько раз ты бы проводил инициализацию статических полей, например? Один. Вот. То есть цепочка рассуждений, что что-то статическое, значит, выполняется один раз или содержится единожды. На самом деле, сейчас мы увидим, статический блок выполняется единственный раз в момент загрузки класса. То есть когда у вас Java начинает видеть класс и загружает его, у вас выполняется блок статической инициализации. Сейчас мы с этим будем разбираться на примере. Да? По поводу статической инициализации. Какой класс быстрее инициализируется? Ведь можно, предположим, в одном статическом, классе, ну, в одном классе, в классическом поле, поставить значение статического поля другого класса. И как узнать, какой из них будет первым проинициализировано? Да, это мы сейчас будем обсуждать в примере. Вкратце могу сказать. Загрузка классов происходит лениво. То есть как только Java видит определенные конструкции языка, например, создание инстанса какого-то класса, она загрузит этот класс. То же самое верно для статических конструкций. То есть когда что-то, на что-то Java стригерилось, что нужно загрузить класс, она его загрузит. Если в момент загрузки класса понадобилось загрузить другие, загрузятся и они. И вот так мы постепенно дойдем до того, что во время выполнения программы все классы, которые нужны для ее выполнения, будут загружены. Вот. Давайте теперь посмотрим на примерчик из этой лекции. Он посвящен тому, чтобы понять вообще, в каком порядке что инициализируется. То есть мы идем и смотрим Atom, Instanciation. Тут есть такие классики Base и Sub. Надеюсь, вам они видны. Я сейчас разберу класс Base. Вам расскажу, что в нем есть. Хотите, могу чуть ниже спустить, если вверху плохо видно. Не надо? Давайте тогда смотреть. Есть какое-то приватное закрытое статическое поле типа int. Что значит статическое? Я надеюсь, вы понимаете примерно. То есть оно единственное на весь этот класс Base. То есть оно не дублируется никак во всех инстансах класса. Есть какой-то блок статической инициализации. Вот вам подвешен. Если это блок статической инициализации, мы все правильно поняли, значит, вот этот SystemOutPrint.ln будет вызван всего один раз. Соответственно, в этом блоке статической инициализации будет, например, видна вот эта переменная Base, точнее вот эта Field, Base класс FieldValue. Если бы он был объявлен ниже, то видно бы его не было. То есть идет порядок инициализации сверху вниз в классе. Дальше есть обычный блок инициализации. Ну, если немножко еще подумать, то обычный блок инициализации, наверное, будет выполняться для каждого инстанса в момент создания. Весь вопрос, что выполняется раньше, конструктор или блок вот этой инициализации. И в последнюю очередь выполняется у нас конструктор. А давайте теперь перейдем в класс Sub, то есть какой-то дочерний класс. Соответственно, тут есть тоже несколько FieldOf, точнее один Field, will be inited. Статический блок инициализации, обычный блок инициализации. Есть еще какой-то PrivateDouble, will be inited later. И видите, из-за того, что у нас нет никаких параметров в конструкторе, у нас здесь опущенный вызов метода Super в конструкторе. Давайте теперь запустим и посмотрим, что из этого нам будет выводиться. У нас есть куча принтлайнов тут. Чтобы это все запустить, вам нужно пойти, соответственно, в пакет тестов, в директорию тестов на инстанцирование и запустить такую штуку, как Instanciation Test. Давайте запустим только первый из них на Subclass. Запускаем. Если у кого-то не получается делать это со мной, давайте спрашивайте, потому что я хочу, чтобы вы это тоже сделали. Я беру, иду в этот классик, нажимаю на него второй кнопкой мыши, так скажем. У меня открывается окошечко. Вот здесь у меня есть… Запустите его, подебажите его, посмотреть каверич. Еще у вас вот на вот этом блоке есть так называемый гаттер. Я его себе скрываю. Давайте я его покажу, чтобы вы видели. Вот такой гаттер. И там есть такие значочки. Например, запустить тест. Я его просто могу кликнуть, у меня все запустится. Примерно так это работает. То есть смотрите, я запустил, и мне начинает выводить GUnit. Что происходит? Сначала произошла статическая инициализация в блоке базового класса, потом статическая инициализация в блоке класса наследника, дальше что-то произошло в классе base, и что-то произошло в классе sub. Давайте теперь подумаем, что у нас случилось. И в каком порядке все это было загружено. Нам понадобился класс base, в результате он был загружен. Потом нам понадобился класс sub, и он тоже был загружен. Потом выполнилась какая-то инициализация в классе base, а потом уже выполнилось все, 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 что мы видим в классе sub. То есть, соответственно, приоритет в инстанцировании отдается классу, который по иерархии находится выше, то есть классу parent. Теперь давайте запустим эти два теста сразу. И мы тут увидим одну интересную вещь. Надеюсь, интересно. Видите, у нас есть чередующиеся блоки. Base, sub и снова base. То есть они, соответственно, относятся к разным тестам. Но интересно, что у нас статические классы загружались, статические блоки инициализации выполнялись только один раз. Это значит, что у нас классы загружались единожды, и это все не дублировалось. Есть вопросы по этому примеру какие-то? Вы можете его еще несколько раз позапускать и посмотреть, какой там порядок инициализации. Все зависит от того, в каком порядке у тебя тесты запущены. По умолчанию у G-Unit нет гарантии того, что тесты выполняются в том же порядке, что и этот. Но есть гарантия, что внутри одного теста все выполняется, как ты видишь. Да, давайте посмотрим, где у меня там был запуск. Видите, есть конструкция init-блок. Она говорит о том, что у нас выполняется… Давайте я запущу для класса base, чтобы попроще было смотреть. То есть мы загрузили класс base, статический блок инициализации сработал. После этого мы инстанцируем класс base. Работает блок обычной инициализации. И только после этого у нас идет инстанцирование полей и вызов конструктора. То есть если пойти в класс base… Если пойти в класс base, можно посмотреть, что выполнен блок статической инициализации, а только потом мы что-то сделали в конструкторе. Вот, надеюсь, стало понятнее. То есть фактически это то, что работает до вызова конструктора. Зачем это надо? Вы, наверное, не скоро начнете это использовать, если начнете, но в принципе это базовые знания на тему того, как работает инстанцирование. Еще вопросы? Да, вот спросите, почему вы в тесте сабкласс вызываете конструктор базового класса? Дайте я посмотрю. В тесте тест сабкласс инстанциейшн, да? Вызывается конструктор класса не базового, а дочернего, но мы оперируем ссылкой типа base, да? В этом вопрос. Нет, почему вообще вызывается конструктор базового класса? Ну, класса base. Класса base, потому что у нас есть наследование. То есть фактически… Я понимаю, но там не вызывается, то есть супер. Супер не вызывается, но если ты посмотришь и вспомнишь то, что я только что говорил, у тебя вот здесь фактически в первой строчке опущенный вызов к конструктору без аргументов. То есть смотри, если я сейчас возьму и добавлю какой-то конструктор в класс base, например, тут int и добавлю, да? Смотри, у меня здесь подчеркивает, что класс сапта уже работать не будет, потому что у нас нет дефолт конструктора, пишет. Я отказываюсь тебе что-то делать. Это нам не явно говорит о том, что там будет вызов на самом деле. То есть на самом деле явно говорит, что компиляция будет сломана у тебя, если ты попробуешь, но ты можешь попробовать скомпилировать это и посмотреть ошибку, которую Java выдаст тебе. Java. Давайте теперь мы посмотрели, какой у нас порядок инициализации, все такое. Давайте посмотрим быстренько, как методы объявить и продолжим с ними. Соответственно, декларация методов происходит примерно так же, как в плюсах. Тут нет ничего особенного. У нас есть модификатор доступа, есть возвращаемый тип, есть имя метода и список параметров, которые он принимает. Вот все мы так продекларировали и дальше можем спокойно вызывать там message, getContent и прочее, прочее, прочее. Создали обычно getter к полю. Соответственно, можем написать такую штуку, что message.getContent на самом деле это то же самое, что myContent. Соответственно, здесь мы видим первый вызов такой метода equals, который мы унаследовали от класса object. И пока это единственное, что мы будем из него забирать. То есть у нас был супертип, и мы переопределили каким-то способом его метод сравнения. Сравнивать себя можно с чем угодно, но неразумно сравнение приводить совершенно разных объектов. Поэтому, скорее всего, разумно говорить, что у вас объекты разных типов не equals никогда, то есть не равны. Соответственно, здесь мы берем две стринги. Стринги — это объекты, это неизменяемые какие-то объекты. Если вы попробуете на них вызвать метод равно-равно, я не буду углубляться в разговоры, что это будет, потому что есть такие примеры, как интернирование строк. Но фактически правильным методом работы для сравнения строк является вызов метода equals, как и для любых других объектов. Соответственно, вот, можете на примере это все смотреть. Еще есть, можно тут видеть метод assert equals, который у нас есть тоже в GUnity. Давайте теперь посмотрим, что такое перегрузка. В данном случае методом. У нас есть getContent, и мы хотим сделать теперь какой-то getContent, в который мы добавим погенацию, то есть взять контент, который находится по определенному смещению относительно начала, то есть на определенной странице. Соответственно, если у нас страница меньше нуля, мы должны выбросить какое-то исключение, что это illegal argument, и именно это и происходит. То есть вы видите механизм выбрасывания исключения в Java, создаем объект нового исключения, и дальше как-то Java машина сама его оперирует и прокидывает выше по стеку. В противном случае мы берем какое-то смещение из фактически константы, которое объявлено как private static final. Это значит примерно то, что у нас никто извне не видит меня, то, что я статическая, то есть для всех экземпляров этого типа одна, и то, что меня нельзя поменять, потому что final. Ну и, соответственно, int, но это уже не так важно. Соответственно, мы здесь проводим вызов content substring с таким-то смещением до такого-то смещения. Substring — стандартный метод типа string. Объекта типа string. Ну, тут все понятно. Непонятно одно, а как будут, например, вызываться эти методы? Относительно чего? Вызываться они будут, соответственно, по тому набору, аргументов, которые вы передатите. Когда передают этот набор, соответственно, могут быть некоторые варианты приведения типов, поскольку Java это разрешает. Например, int может быть переведен в long и прочее, прочее, прочее. Такие касты, они… ну, не касты, расширения типов, они разрешены, поэтому иногда встречаются такие непонимания этого концепции, именно перегрузки функций. но, наверное, сейчас вам это знать не обязательно, вы на практике с этим столкнетесь. Ключевое слово static. То есть, смотрите, у нас есть некоторые определения, то есть, как уже было сказано, что это что-то, либо что один раз выполняется, и в то же время то, что общее для всех. то есть, у нас есть public static константа default max, то есть, вы тут можете еще видеть, какой стандарт кодирования для констант через underscore. Можете еще видеть статический метод get max. Что это значит? То, что он статический, вы можете его напрямую на классе вызвать. Вы можете еще его вызвать на объекте, на самом деле. И тут самое интересное, что вы можете его вызвать и на объекте, если этот, на объекте этого типа, если этот объект null. Вот такой вам прием. Это любят на собеседовании спрашивать, не знаю, зачем. То есть, вот здесь мы видим, что у нас из какого-то массива из элементов 1, 2, 3 вынимается элемент integer at max, и получается то, что мы дальше его печатаем. Вот. То есть, тут, наверное, все понятно. Мы можем видеть тут некоторый return statement. Там у нас применяется стриминговая обработка. Есть массив, он преобразуется в некий стрим, то есть поток данных. Дальше на нем что-то типа map reduce работает. В данном случае у нас только фактически reduce. мы выбираем максимум и преобразуем его в int. Все. То есть, ничего больше здесь не делается. Соответственно, если у нас есть объектно-ориентированное программирование, у нас есть полиморфизм, то есть переопределение методов в дочерних классов. Только что мы могли видеть то, что метод equals каким-то образом наверняка переопределен в строке для того, чтобы было выполнено сравнение. Правда? А давайте вот с вами предположим теперь, а у нас есть класс object, а как бы там был реализован метод equals? Вот базовый такой. Сравнение типа. Сравнение типа. А что за сравнение типа? Вот там где-то декларация equals. Что там внутри? Указатели сравнивают. Указатели сравнивают. Неплохая гипотеза. Давайте проверим, у нас все-таки все есть. Пойдем и посмотрим, что такое object. Вот, мы видим такую большую достаточно простыню кода и найдем в ней метод equals. Тут есть некоторые комбинации клавиш, но на самом деле я пользуюсь command O, это открыть тип или double shift и по нему там можете что-то писать, вам вообще кучу всего можете сделать. Equals, да, мы ищем. Где же декларация? Вот, equals. Тут есть несколько важных вещей. Во-первых, у вас equals возвращает boolean, что достаточно понятно. Во-вторых, он возвращает, принимает соответственно object, то есть сравнить можно с любым другим, с любой другой сущностью и возвращает у вас сравнение по равно-равно, по умолчанию. А что такое int? просто базовый тип, то есть не объектный, а именно базовый. Да, это интересный вопрос. Как я уже говорил, есть неявные преобразования. В данном случае будет работать boxing так называемый, то есть у вас должен быть упакован int примитивного типа в объект, и дальше он будет пущен в расход вот этой функции equals в сравнении с объектом. Что очень важно, вот здесь есть такая большая простыня, она посвящена методу equals. Пожалуйста, прочитайте ее, когда у вас будет свободное время. Тут еще есть достаточно много строк-кода, тут 600 строчек всего в классе object. На самом деле один раз жизни можно и прочитать, наверное. Вот, давайте вернемся к лекции. Там полезное написано, мы много из этого будем рассказывать, но, наверное, не все. Полиморфизм. Более-менее, наверное, концепция знакомая, то есть у нас есть дочерний класс, он переопределяет какое-то поведение предка. В данном случае get content у titled message будет немножко другой, он добавит еще название, то есть title, а все остальное оставит так же. Вот. Здесь можете почитать, что такое переопределение, я это, в принципе, уже все рассказал. Тут есть важный момент по поводу того, что такое, какой тип полиморфизма используется в Java. Он динамический. кто-нибудь может мне сказать, что это значит? Нет? Нет? Хорошо, тогда я вам расскажу. Динамический это значит то, что он в runtime определяется. То есть до того, как будет сделан вызов метода, вы не понимаете, на чем на самом деле будет вызван метод. Либо на базовом классе, либо уже дальше на каком-то дочернем классе по иерархии. Вы понимаете это именно в момент вызова. Это дает нам одну важную вещь. Например, мы можем оперировать интерфейсами. Зачем это нужно? Представьте себе, у вас есть несколько типов хранилищ. База данных, какая-то месседж кью и, не знаю, перфокарта. У вас ко всему из этого есть интерфейс. В данном случае какой-то репозиторий, потому что это хранилище данных. В репозитории есть функция find. Это все, что вам нужно знать об этом. Вам вообще плевать, что находится внутри, когда вы подсовываете конкретную реализацию. У вас весь код дальше спокойно себе работает с этой функцией find, ищет ее где-то, и вам нет дела до этого. Поэтому разумно оперировать интерфейсами везде, когда у вас есть возможность. Есть такое понятие, как коллекция в Java. Мы с ними чуть попозже столкнемся. Так вот, чаще всего вам нет дела до того, какая конкретная коллекция будет использована. Будет там красно-черное дерево, или будет, условно говоря, просто хэш-таблица. Вы скрываете это все за классом карты или словаря, кому какой термин ближе, то есть объекция, и дальше работайте с этим, как с обычной объекцией. Тут важный момент, то, что еще раз, override у вас на этапе рантайма резолвится, в то время, как overload, то есть перегрузка функции, резолвится на этапе компиляции. Запомните это, возможно, тут даже есть слайд, где все это написано. Давайте дальше. Соответственно, об этом мы немножко поговорили. У нас есть базовый тип object. Находится он в пакете в стадии Java land object. И сегодня мы рассмотрим на нем две функции. Это equals и to string, да? Я проглупился про то, что override отличается тем, что override применяется к интерфейсам? Нет, отличаются они следующим. Как можно было здесь заметить, overload работает внутри одного класса. Да, вот здесь. В одном классе есть несколько методов. Отличаются они только набором аргументов. У них одинаковая сигнатура в остальном во всем, а override это, соответственно, уже принцип, который позволяет добавить динамический полиморфизм. И вот вы можете еще видеть то, что есть такая штука, как аннотация override. Аннотации появились не с самой первой версии Java, они появились с пятерки лет сколько, восемь назад, но из-за этого аннотация не является частью языка, то есть в некоторых современных языках override это часть синтаксиса, в данном случае это просто где-то что-то определенное. Ну, раз мы уже учимся работать с кодом, давайте посмотрим, что такое override. Вот, также я иду смотреть, что такое override. И мы видим, что это аннотация. Допустим, не будем сейчас вдаваться в подробности синтаксиса, как это все определено, но частью нас здесь есть тоже достаточно большая простыня, которая рассказывает нам о том, что такое override. Вот это вот все. здесь два важных момента. Как на многих аннотациях, здесь еще аннотации добавили. Добавили аннотацию target и добавили аннотацию retention. Наверное, сейчас вкратце скажу, зачем они нужны. Они нужны для того, чтобы рассказать, куда вы можете пихнуть вот этот override. То есть вы можете его пихнуть на метод. И где у вас будет виден этот override. В данном случае уровень source, можете кликнуть на source или как-то перейти, посмотреть, что такое retention policy enum. Enum мы чуть попозже сегодня затронем. То есть я зачем вам это все показываю? Не просто время трачу, а для того, чтобы вы понимали, что библиотека на самом деле довольно открытая. Код весь видно, и все, что вам нужно делать, просто на него смотреть, искать, читать, и тогда вам станет все понятно. частью документации у нас действительно классная. Так, да. А давайте вы это все запустите и мне сами скажете. Не будешь я на все вопросы отвечать простые. то есть еще раз определение override против overload. Так, возвращаемся. Сегодня мы рассматриваем только два метода в классе object. Это equals и to string. Вы видите их определение. Соответственно, методов еще много. Многие из них вам не понадобятся еще очень долго, поэтому мы их не будем затрагивать. Вкратце скажу только, что достаточно быстро мы познакомимся еще с методом хэш-код, когда начнем коллекцию изучать. Соответственно, каждый раз, когда мы переопределяем в каком-то из дочерних классов object to string, мы пишем вот такую конструкцию. И вот я уже говорил, что override это не часть языка. То есть фактически это что-то, что не обязательно писать. можете мне придумать, а зачем это пишут? Вот. Во-первых, читаемость, да, то есть мы определяем, что вот эта вот штука что-то переопределяет. для проверки. Вот, да, хорошее предположение. Действительно, для проверки. То есть у нас есть какой-то базовый класс. И если бы у вас здесь не было никакой проверки, вы бы где-то далеко либо на рантайме, либо еще где, не важно, не будем вдаваться в подробности, узнали бы, что что-то вдруг сломалось. Но поскольку у нас есть аннотация override, то наше IDE, если у нас каким-то образом изменился базовый класс, и у нас уже здесь не наступает такого, нет такого, что эта функция override функцию предка, то она сразу нам все красным подсветит, скажет, извини, у тебя ничего не компилируется, все плохо. Тут интересно то, что если бы override не написали, компилятор бы посчитал, что у вас это обычная функция, просто вы ее по-другому определили в своем дочернем классе, то есть это нормальный кейс. Для этого придумали аннотацию override. Еще раз, способы сравнения объектов. Если не знаете, как сравнивать объекты, сравнивайте по equals, все будет работать. Если вы уверены, что вам нужно сравнить их по идентичности, сравнивайте по равно-равно. Вот. А теперь давайте подумаем, а можете привести мне какой-нибудь кейс, где хорошо ляжет методика сравнивания по равно-равно. Сравнение по равно-равно. Нет? Тогда я вам расскажу. Смотрите, мы пишем метод equals для какого-то объекта. Когда мы пишем метод equals, ну, резонно, что у нас еще нет сравнения для этих объектов. Смотрите, что разумно делать в данной ситуации. Вы берете, сначала сравниваете объекты по равно-равно и смотрите, это вообще одно и то же, и тогда, если одно и то же, сразу говорите equals. Да, true. Если нет, то дальше уже ведете какие-то преобразования. То есть у вас есть precondition, когда вы очень быстро можете вернуть ответ. Вот в таком случае равно-равно работает. вот здесь мы это как раз-таки и видим, что если объекты вообще идентичны, то мы уже, соответственно, выдаем true и дальше вот. Это типичный код сравнения для класса точки. Немножко про инкапсуляцию. Если вам не обязательно или не нужно что-то раскрывать, какие-то подробности класса, то, пожалуйста, не делайте этого. Это очень важно. В всяких учебниках по программированию обычно принято в этом случае рассказывать о том, как представляются всякие точки комплектной площади, плоскости, прошу прощения, и какие у них могут быть внутренние представления, если завязаться на которые могут быть у вас проблемы. Я уже приводил здесь пример с коллекциями. То есть если вы будете оперировать конкретной коллекцией, то есть смотреть, как именно у вас хранение идет, вы, скорее всего, наживете себе проблем, которые вам не нужны. То есть в данном случае можно об этом рассуждать, например, наверняка знакомы с базами данных. Вот у вас есть две базы данных. Одна реляционная, другая нереляционная. Вы можете с ними общаться примерно на одинаковом языке, если все это делаете через какие-то обращения типа select и update и всякие такие. Ну, то есть какая-то обертка над SQL. Вы тут также можете с нереляционной базой поступать. Но если вы откроете реализацию и будете везде говорить, что у нас не какая-то абстрактная база данных, а вот мы Mongo здесь используем, то, соответственно, вы нарветесь на проблемы, если соберетесь когда-то мигрировать. Вот. Та же самая ситуация выполняется. Так, давайте продолжим. У нас еще пара словечек осталось, которые нам бы хорошо сегодня узнать. Слово final. Мы его уже видели в представлении, когда объявляли какие-то константы. У него на самом второе — это для обозначения final метода, то есть который нельзя заверайдить. Если вы знаете, что вот какой-то конкретный метод, вы не хотите, чтобы кто-то, кто использует ваш класс, переопределил, заверайдил, вы можете написать на нем final. Также final можно написать и на классе, если вы не хотите, чтобы его наследовали. Обычно это нужно для тех ребят, которые разрабатывают какие-то библиотеки, которые дальше будут использоваться сторонними разработчиками тоже. Вот. А теперь мы сделаем нечто, что из себя представляло бы immutable point, то есть неизменяемый объект. Вот вы несколько лет уже программируете, а можете мне сказать, а зачем вообще нужны неизменяемые объекты, что с ними хорошо делать, а что плохо? Зачем? Да ладно, ну давайте, просыпайтесь. Ну вот есть у меня изменяемый объект, что это значит? Могу все в нем поменять, хорошо. Все, все да не все. Могу случайно поменять. А теперь давайте представим, что вот у нас там была картинка с Java и хипом, кучей Java. Давайте сделаем следующее. Вот я что-то меняю, а еще у кого-то есть ссылки на этот объект. Представьте себе. А теперь представьте, что у нас многопоточное приложение. И соответственно у нас есть какие-то race condition, кто, что раньше изменил, вообще то, что меняются эти сущности, которые, за которые потоки конкурируют, это вообще что-то плохое. То есть есть вероятность нанести изменения, которые не хотят видеть в соседних потоках. То есть вот такой принцип immutability, то есть неизменяемости каких-то сущностей, он хорош, если вы пользуетесь и оперируете в многопоточной среде, и он часто в последнее время привносится именно в функциональных языках программирования, где у вас нет, например, постэффекта функций, то есть нет изменения. Используйте такую иммутабельность, если у вас есть возможность, но при этом, соответственно, если у вас есть в том числе и изменяемая среда, то есть среда многопоточная. Если у вас все в одном потоке выполняется, считайте, что вам вы просто потратили время зря и зря вот это все написали. Вопрос. Если я создал класс, объект класса, который неиммьютабель, то есть у него параметры изменяемые, но затем ты сказал, что я его предположим возвращаю как final, неизменяемый. Можно ли будет изменить его внутренние части или это касается только как ссылки? Во-первых, я не очень понял, что такое вернуть объект как final. У вас был метод предположим final string возвращался. Final string. final string не возвращается в final string. Вот, видишь, final метод, это то, что метод является final. То есть ты не можешь title message, то есть наследники message, переопределить его, а это никакие ограничения не накладывает на возвращаемое значение. Ну, тогда вопрос все равно остается. Если я объявлю tip final какой-то класс, предположим тот же string, я смогу изменить его внутренность? Или это будет касаться только ссылки, как вот C++? Там же тоже можно было либо константная ссылка? Если у тебя вот это значит константная ссылка. То есть чтобы у тебя была ссылка на констант, тебе нужно еще все внутренности вот так вот сделать. А вот хорошо, что мы взяли класс string, тут про него вспомнили, а давайте на него посмотрим. И вот мы можем увидеть первое применение слова final в классе string, там видите вверху? То есть это класс final. Это значит, что разработчики Java посчитали, что все, ребятки, стопе, вам не нужно сюда ничего добавлять. Вот это наши строчки, пожалуйста, давайте оперировать с ними, как мы для вас придумали. Вернемся. Так, mutable points это было, капсуляция, интерфейсы и абстрактные классы. Давайте теперь быстро по ним пробежимся. Определение интерфейса. Вы будете видеть их везде вообще. Я уже касался репозитория интерфейса, еще каких-то там пока разговаривал с вами. Просмотрим интерфейс storable в данном случае. Что-то просто для хранения. Мы хотим что-то уметь сохранять в файлик и декларируем это свое желание. Теперь у нас сообщение имплементит вот этот вот storable. То есть у нас появляется функция, мы оверайдим и пишем какой-то алгоритм сохранения вот этого всего в файле. мы не будем на нем заострять внимание. Соответственно у вас такие же вещи работают для instance of то есть у вас объект если имплементирует какой-то если класс имплементирует какой-то интерфейс то объект этого класса является в том числе и instance of этого интерфейса. Тут все выполнено как написано на этом слайде. Вот. А теперь в пику того, что у нас один класс один суперкласс у нас есть такая парадигма что один класс множество интерфейсов и это всегда очень хорошо работает. В том числе бывают интерфейсы в которых не продекларирован ни один метод а бывает интерфейс в которых продекларировано их множество. В данном случае у нас месседж это какой-то storable sendable и readable вот то, что в голову просто пришло. Интерфейсы могут иметь с недавних пор еще дефолтные методы. Дефолтный метод это то, что может иметь реализацию прямо внутри интерфейса. При этом конечно не может трогать никакие внутренности класса, потому что ничего внутри интерфейса не продекларировано. То есть мы видим функцию void handleStoreErrors void понятно что значит надеюсь не надо объяснять и какая-то дефолтная реализация функции boolean возвращающий checkStore то есть проверить сохранили мы что-то или вообще хранится не знаю что он делает. вот интересно то что в интерфейсе можно наследовать другие интерфейсы то есть в данном случае у вас foldTolerantStoreAble наследует StoreAble и Serializable наверное это небольшая эмоциональная окраска здесь но все так есть поехали дальше понятно вообще зачем нужен дефолтный интерфейс есть предположение да вот есть у нас какая-то базовая реализация мы понимаем что например мы хотим отвечать нет например false везде мы взяли это в дефолт прописали и не паримся в остальных методах то есть если нам условно это не надо или что-то еще так нам показалось что нам так проще реализовать и эффективнее мы взяли прописали дефолт при этом дефолт можно переопределить соответственно в любом из классов которые имплементят это абстрактный класс надеюсь тут вообще ничего объяснять не нужно есть абстрактный класс это некая сущность которая предоставляет абстрактные методы то есть методы которые вы обязаны реализовать потом когда extendите этот класс и соответственно внутри объектов которые наследует абстрактный класс вы это декларируете. Если вы не декларируете, то вы все так же должны, вот, например, если класс Englishman не будет декларировать метод sayHi, то вы обязаны класс Englishman дальше объявить как абстрактный. Тут очень простое правило. Нельзя создавать экземпляры абстрактных классов. Ну, очевидно, надеюсь. Не буду зацикливаться на этой сводной табличке свойств абстрактного класса, противостояние их с интерфейсом. Мы в конце курса еще будем разбирать, потому что это частый вопрос на собеседованиях. Скажу только, что они разные. Если вам нужно хранить какие-то данные и дальше наследовать уже поведение, которое характерно для вот этих абстрактных данных, то вам разумно использовать абстрактный класс. А если вам нужно именно API декларировать, то вам разумно использовать интерфейсы. Соответственно, самое важное ограничение. Абстрактный класс может быть один. Все. Интерфейсов может быть много. Тут больше ни о чем думать не нужно. Последнее, на чем нам надо остановиться, это то, что есть классы перечисления. Этим вряд ли кого-то удивишь. То есть, например, здесь приведен тип gender, и для enium недопустимо наследование. Можете мне объяснить, почему так сделали? Вот enium есть. Я не могу другим enium отнаследоваться от этого. Давайте, давайте подумаем. Почему так? Давайте, давайте. Идея. Что такое наследование? Из e. Давайте теперь предположим, что у нас есть enium, который называется рабочие дни. WorkDays, да? А мы его хотим теперь расширить, то есть заэкстендить его и сделать enium, который называется неделя. То есть у нас есть WorkDays, есть неделя. При этом мы расширяем WorkDays, то есть у нас неделя фактически является рабочими днями. Ну и тут какая-то нестыковка, видите? То есть расширение ничего не дает. И по сути у вас невозможно нормальное приведение. Но при этом у нас интерфейсы реализовывать можно в eniumах. И этим часто пользуются. В том числе у вас тут могут быть методы, могут быть классы. Есть некоторые методы, которые есть всегда. Об этом вы, наверное, узнаете сами. Это есть документация. Давайте посмотрим небольшой пример с eniumчиком. Он находится у нас в папочке enium, соответственно, country, gender. Вот, смотрите, у нас есть… ничего не видно. У нас есть такой enium gender, как я уже говорил. Есть метод из legal couple, который принимает на вход страну и дальше гендер партнера. То есть, соответственно, он работает на гендере, который у вас есть. Дальше есть конструкция switch, по которой мы видели. И смотрите, тут на каждом этапе switch есть return, кроме Нидерландов, где return нет. И там выполняется, соответственно, то же самое, что выполняется в Штатах. Соответственно, здесь есть сравнение. как вы можете видеть по неравно. Оно работает для элементов enium. Давайте теперь запустим тестики. Тестики. Они находятся в соответствующей папочке, в enium. Вот, видим, что все проходится. То есть есть некоторые пары, которые там в тех или иных местах разрешены. Соответственно, нужно вам это просто для того, чтобы понять, какие eniumы могут быть. В данном случае у нас есть enium стран. Там есть какие-то объекты, которые являются странами. Есть enium типа gender. В нем в том числе есть открытый метод. И вот можно посмотреть его описание даже. Каким-то образом оно сгенерировано. Так. Вот. Теперь можете посмотреть на какой-то более-менее реальный класс. Этот класс взят из нашей игры Бомбермена. Посмотрим. Он называется actor. Он наследует какой-то игровой объект, тип gameObject, и имплементирует какой-то метод tickable. Видите, создание логгера. Логгер уместно создавать на все сущности данного типа. Тогда он будет вам просто отдавать имя класса, когда будет логировать ту или иную ошибку в этом классе. Соответственно, вот логинфа есть. Логгирование с пометкой информация. Есть также логгирование с пометкой ошибка и пометкой warning. Есть какие-то еще данные, которые мы логируем. И есть override method tick. Соответственно, какие-то приватные члены. Вот мы собрали вместе один какой-то класс. Соответственно, классы должны где-то лежать. Есть стандартная система объединения классов в какие-то группы. В данном случае это пэккеджи. То есть, когда вы видите вот наверху класса что-то типа ru, atom и nums, это вы знаете, что это лежит в пакете ru, atom и nums. Как-то так это работает. Соответственно, здесь на слайде некоторые рекомендации по тому, как это использовать. Фундаментальный класс у нас находится в пакете java.lan. Соответственно, с префиксом java есть еще несколько пакетов. Можете это посмотреть. Например, java.util. Ну вот, в принципе, и все. Давайте теперь тогда мы сделаем небольшой перерыв и перейдем к практике. Все, погнали дальше. Какой у нас план? У нас с вами есть итоговый проект, и мы хотим, чтобы вам потом не пришлось в последние ночи одновременно с подготовкой какой-то сессии все это делать. Мы вам будем давать маленькие задания, которые потом можно будет собрать в один большой-большой проект. Первым таким заданием будет, поскольку мы сейчас еще знаем довольно мало, будет задание по геометрии, в котором у нас будут бары и будут точки. То есть бары — это такой, соответственно, прямоугольничек, ректангл или полоска, называйте, как хотите, которая хранится с помощью задания, соответственно, как минимум двух точек. Ну, должны это понимать. Что мы будем делать? У нас в лекции 2 в репозитории есть point-point-collision-test и еще bar-bar-collision-test. И еще один. Давайте посмотрим, что это такое. У нас есть пакет геометрия, и здесь есть три набора тестов. Я сейчас запущу все тесты, которые у меня там есть. Они все заигнорены. Ignore, ignore, ignore. Ignore — это, кстати, аннотация. На минуточку. Соответственно, вы убираете аннотации ignore. После этого у вас тесты, ну, очевидно, падают. Вообще, ваша задача — их починить, причем не внося модификации в пакет тестов. Сейчас давайте расскажу примерно, как это делать. Вот у нас есть класс точки, там отсутствуют филды, и каким-то образом прописан метод equals. Ну, скорее всего, либо криво, либо никак, либо там что-то еще надо сделать. Собственно, вы это делаете. Вы прописываете филды, прописываете методы, прописываете процедуру сравнения. Кстати, видите, тут выкидывается exception, unsupported operation, exception. Вам нужно от него избавиться. Еще у вас есть такая штука, как коллайдер. Коллайдер — это интерфейс, который говорит, что-то коллайдится с другим коллайдером. Вот. Больше ничего. То есть, соответственно, давайте подумаем вообще, что такое точка пересекается с точкой. Что это значит? Они совпадают. Точка пересекается с… Соответственно, с баром. Точка пересекается с вот этой вот полоской. Полоска, считаем, что она заполнена. Что это значит? Ну, то есть, фактически у нас выполнено какое-то отношение contains внутри, точка внутри этого бара. Соответственно, два бара пересекаются примерно по таким же соображениям. Дальше у вас есть такие методы в классе Geometry. CreateBar и CreatePoint, которые, по сути, у вас должны каким-то образом возвращать коллайдеры. То есть, вы создаете либо точку, либо бар. И дальше вам уже нужно все это прописать в соответствующих классах. Надеюсь, надеюсь, это понятно. Ребята, давайте мы тогда подведем итоги. Во-первых, сразу скажу, что те, кто что-то не закончил, сдает вот это все через pull-requests уже. Через pull-requests мне. В нашей репозитории в ветку лекция 02. Соответственно, те, кто мне сейчас написал, у кого я посмотрел, это все хорошо. Мы уже, считайте, приняли все. Просто докиньте еще pull-requests тоже в общую массу, чтобы они были. Соответственно, баллы будут начисляться в тот момент, когда мы закроем pull-requests. То есть, если у вас pull-requests висит еще открытый, значит, мы вам баллы точно не начислили. В pull-requests должны на Travis пройтись тесты. То есть, они проходят у вас локально, checkstyle плюс unit-тесты, и должны проходиться на Travis. И тогда у вас будет билд, как зеленый помечен. Но это просто на будущее. Кто сейчас не сделал, соответственно, делает это дома, и все это нам досылает. Досылает это в отдельный тест? Ну, давайте, например, суббота. Суббота до конца дня. Или давайте воскресенье, чтобы у вас два дня было, если что. Воскресенье, тогда это неделя, конец дня. Давайте подведем итоги того, что мы сегодня узнали. Java — это у нас объектно-ориентированный язык. У нас весь код находится внутри каких-то классов. Все классы наследуют объект или наследуют его транзитивно. Есть разница между операцией равно-равно и вызовом метода equals. Пожалуйста, не забывайте об этом, если работаете с ссылочными типами. Также у нас есть override и overload. Каждый из них работает в свое время и нужен для разных вещей. Для перегрузки методов или для их преобразования, для вызова через полиморфизм. Также мы узнали, как упаковать JAR-файл, FAT-JAR-файл в самом начале и потом его запустить. Мы еще раз это все посмотрели. Соответственно, спасибо за внимание. Мы заканчиваем лекцию 2. Оставляйте нам, пожалуйста, обратную связь. И мы ждем ваших пол-реквестов. Продолжение следует...